За 7 месяцев текущего года на дорогах Московской области произошло свыше 3000 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали более 4000 человек. Около 500 погибли. Несмотря на профилактические действия и постоянный контроль за движением со стороны сотрудников Госавтоинспекции, цифры не снижаются. Во многом это связано с резко возросшим количеством транспорта. Эти студенты Видновской автошколы ДОСААФ заканчивают обучение и в середине сентября некоторые из них уже сядут за руль. Дабы предупредить будущих автолюбителей об опасности, которая подстерегает их на дорогах, инспекторы пришли на занятия и провели свой урок безопасности. Мы сегодня решили вот такую встречу организовать с нашими будущими водителями. Ребята сейчас как у нас, кандидата мы называем водителя. Ну и немножко рассказать им о том, что впереди их ожидает. Ошибочно полагать, что дорожное движение это только транспорт. Инспекторы объяснили слушателям, что пешеходы тоже являются участниками этого процесса и ответственность за них лежит в том числе и на водителях. Сядут эти студенты за руль или останутся пешеходами. Каждый из них должен помнить, что в темное время суток увидеть человека, переходящего улицу, если тот в черной одежде, проблематично. Для этого необходимо использовать светоотражающие элементы. Благо их разновидностей в наше время множество. Это жилеты, браслеты и брелки. Вы рассказали нам про светоотражающие элементы, которые необходимо носить на одежде, в первую очередь деткам вешать. Понадобятся моменты, которые мы будем использовать в нашей дальнейшей водительской практике. Новинка в области светоотражающих элементов – спрей, который наносится на одежду, не оставляет следов. При попадании на обработанные участки света фар ткань начинает светиться. После стирки спрей смывается и не вредит вещам. Существуют спреи и для железных поверхностей, например, чтобы нанести на велосипед или самокат. Основное правило при его использовании – полное высыхание.